Собственно, хотела бы рассказать Про то, как мы работаем С внутренней аудиторией Тоже вот в таком вот небольшом формате Хакатонов, наверное, да А можно вопрос к аудитории? Скажите, пожалуйста Кто здесь представитель компании И кого интересует боль работой с сотрудниками? Можно руку поднять? Чтобы я понимала, кто сидит в зале Так, супер Так, остальные кто студенты? Кто ищет работу? А кто остальные? Вот покричите мне из зала, пожалуйста Студенты, ладно, классно, хорошо Буду рассказывать Так, а как тут перещелкивается? Назад, ага Так, ну, собственно, у нас в этом году Вот буквально с весны появилась инициатива Что мы хотим развивать внутреннюю экспертизу Внутренние практические навыки молодых специалистов И, собственно, мы назвали это как Talent Lab Ну, то есть некая такая лаборатория талантов наших сотрудников Ну, вот сейчас подробнее расскажу Я вообще в IT и в DataArt 12 лет вот в этом году было Вот, так что, в общем, давно Но вообще хочу сказать, что вот всем этим я занимаюсь Да, но на самом деле вот у меня есть еще наполнительные круг обязанностей Мы развиваем релокационную программу Как внутри России, да, так и релокационную программу в Болгарии Вот, мы два года назад открыли офис в Болгарии Тоже интересная локация такая И вот там моя зона, одна из моих зон ответственности В общем, построение HR-бренда DataArt в Болгарии Тоже интересная задача Вот И еще у меня есть одно направление, которое мне интересно Мы работаем с независимыми IT-рекрутерами Мы назвали эту программу DataArt HR Partners Тоже такая интересная тематика, да В общем, мы все знаем кадровые агентства Мы все знаем какие-то джоп-ресурсы, порталы, что-то такое Там сайты по поиску работы, да Но на самом деле вот в Украине очень сильно выстрелила тема независимых IT-рекрутеров Которые параллельно могут работать на несколько компаний Могут работать внутри какой-то компании, да, и подрабатывать где-то, да И, собственно, находить IT-специалистов для разных компаний Вот, собственно, вот у нас такая HR-партнерская программа существует Мы ее сейчас развиваем в России Вот если у вас есть какие-то интересы в этой сфере, буду рада пообщаться Про таланты внутри Собственно, все вы знаете, что мы работаем в IT И чаще всего структура, организационная структура в компании – это проект Что такое проект, да? Это, собственно, приходит клиент-заказчик, да Или там мы придумываем, если это продуктовая компания, идею проекта Дальше находим команду и начинаем реализовывать Соответственно, как бы проект рано или поздно заканчивается То есть если он заканчивается хорошо, то клиент доволен, все нормально Если у клиента чаще всего заканчиваются деньги там или по каким-то другим причинам Проект заканчивается, начинается другой проект И, собственно, вот то состояние, когда у нас человек освободился из одного проекта И не попал в другой проект Оно как бы называется там по-разному в разных компаниях Но, тем не менее, как бы стадия ожидания нового проекта, да И вот это вот состояние, если тем более большая компания Если одновременно закончилось несколько проектов, а другие не начались Они могут быть очень болезненны для компании с разных точек зрения И с финансовой, конечно, точки зрения, да, и с мотивационной Потому что все мы знаем, что мы работаем с айтишниками Айтишники – это, в общем, такие творцы, причем интеллектуальные творцы, да И как бы для любого интеллектуального художника, в общем, простой – это, наверное, катастрофа Да, хотите что-то сказать? Соответственно, вот это вот состояние без проекта, оно болезненно Но оно позволяет компании расти, расти профессионально, расти, выращивать сотрудников В том направлении, в котором нужно именно этой компании конкретно В том направлении, в котором эта компания видит перспективу Для этого у нас есть большая образовательная система Мы ее называем DataArt.edu, там, собственно, и внутренние курсы Они есть авторские, есть купленные, есть там наши коллеги сами делают эти курсы То есть разные абсолютно технические, по Дутнету, Джави Какие-то узкоспециализированные для начинающих и не для начинающих Для project managers, по sales, какие-то тренинги, масса всего И отдельным блоком стоит система обучения английскому языку Дорогие студенты, боль ужаснейшая Учите английский язык заранее То есть если у вас есть сейчас время, смотрите фильмы на английском Читайте, слушайте Вот как бы только вот, как сказать, чтобы вы все знали сразу Потому что научиться технологии Если у вас есть бэкграунд легко за три месяца Выучить английский язык за три месяца нереально То есть английский язык, вот на моем опыте, учится два года минимум То есть до того уровня Ну, то есть, грубо говоря, там с beginner до какого-то intermediate, low intermediate Когда человек хоть что-то может сказать Вот, соответственно, эта система хороша, нормально, да Но она тренирует только теоретические навыки Нам нужно повысить практические навыки у сотрудников То есть, ну, грубо говоря, чтобы он знал, как это делать Как программировать, как тестировать, да И вот мы решили, что мы хотим сделать такую систему, которая выстроить Собственно, вот методологию, да Выстроить, как же нам научить этих ребят Программировать на одной технологии, да, что-то делать И мы решили, что хотим этих ребят вовлечь Соответственно, что дано У нас мы обратились к конкретной целевой аудитории То есть, понятно, что в любой компании есть эксперты Есть сеньоры, есть медлы, есть сронт-медлы, да Есть там еще кто-то, но есть джуниоры И, соответственно, мы обратили свое внимание Именно на молодых джуниор-специалистов И дали им конкретную метрику, да То есть, метрика вырасти чуть-чуть за короткий промежуток времени То есть, мы определили, что вот у нас примерно один месяц Ну, естественно, мы его варьировали В зависимости от того, есть ли там майские праздники Или нет там майских праздников, да, ну, по рабочим дням Там, как кому удобно Может быть, какое-то дополнительное время Там в течение трех-пяти дней надо ребятам, да Но, тем не менее, вот эти вот джуниоры В период ожидания нового проекта И они должны вырасти, может быть, в другую технологию Но та, в той, в которой интересна наша компания То есть, как бы, понятно, что если мы У нас большой спрос на дотнетчиков Да, у нас сколько-то там сидит джевистов То мы в какой-то момент можем им предложить Выучить дотнет И, собственно, как бы, подтянуть навыки Получить опыт именно в дотнете, да Вот А что еще? В чем, как бы, отличается вот это От обычного хакатона, да Одного месячного, так скажем То, что ребятам мы предлагали Прокачать свои презентационные навыки То есть, они в финале у нас На финальной демонстрации проектов, да Они показывали, как они умеют выступать Как они могут презентовать Что, конечно же, помогает вообще не с клиентом И с заказчиком, да То есть, тут мы им немножечко вот на будущее Такое зернышко И мы их еще рекламировали внутри компании То есть, такое вот некое recognition Продвижение, пиар, да Внутри на ту аудиторию, которая ставит проекты То есть, все мы знаем, что есть специально обученные люди Там это PM, DM, может быть, там ресурс МНГ Там в разных ресурс менеджмент, да Координаторы какие-то, стаффинг-координаторы, да Собственно, они должны понимать Что вот там есть такие ребята Которые делали такие-то предложения И, собственно, вот их можно стаффить Следующие проекты, да Сразу, сори за, не знаю, русско-английскую терминологию Ну вот, как бы, я надеюсь, все здесь в IT Понимают, что это такое Вот Формат Hackathon месяц Проекты на мейнстрим-технологиях Первый Talent Lab мы провели Там у нас было порядка десяти участников Десяти джуниор-ребят И они выбрали из разных идей Выбрали три темы проектов И, собственно, начали их воплощать Самое интересное, что проекты изначально Предлагали разные департаменты Но больше, конечно, здесь всего отличился И HRM-департамент Собственно, подумали, какие же нам нужды Нужно закрыть внутри Так давайте же этих ребят привлечем Но не тут-то было Ребята, в общем, взяли то, что им интересно было самим И, в общем, имплементировали это Также мы пригласили в Talent Lab экспертов Которые владеют знаниями по конкретной технологии И пригласили ребят, кто хочет сам помочь Вообще, IT-шники, они такие, что у них есть прямо потребность В наставничестве, в менторстве И поэтому они с удовольствием откликнулись Дополнительно мы им добавили разные тренинги по презентейшн-скиллс И мы им добавили несколько семинаров По методологиям разработки Что еще? Несколько человек у нас себя поврло В качестве project manager Тоже интересно И инструменты, собственно В результате трех итераций У нас было с мая месяца три итерации Talent Lab Вот у нас реализовано приложение для обмена скидочными картами Оно есть на Android и на iOS Это, собственно, идея пошарить карты У всех у нас есть какие-то скидки в разные магазины И, собственно, цель пользоваться наиболее максимальной скидкой Которой есть у твоего друга, коллеги, еще у кого-то Потом, все вы знаете, очень актуально сейчас Но сервис начал делаться заранее В связи с введением платных парков в городе Воронеже Коллег у нас много Соответственно, ребята написали часть bots в скайпе Give me a lift Собственно, по объединить пешеходов и тех водителей Которые ездят ежедневно на работу и обратно в одном и том же направлении Был написан один веб-сервис с использованием блокчейна И 2D игра на питоне была Ну вот небольшие картиночки сюда я включила Презентацию Заканчивается Talent Lab Вот каждая итерация заканчивается Таким демофестом Мы его назвали Talent Fest Где ребята презентуют Что они сделали в течение месяца Какие технологии изучили Что они внутри сделали в приложении У нас есть жюри Жюри онлайн и офлайн Чаще всего это PM и DM И те, кто подбирают себе в проекты Потом после презентации Жюри задает вопросы И выбирается как-то Не то, что лучший проект А что ребята все молодцы Это все понятно Но тут главный смысл Главная задача всей этой инициативы То, что в результате месячной итерации Человек должен получить практические навыки И мы должны его пристроить в проект То есть вот так это работает Еще одна попытка была усложнить формат Мы добавили Talent Fest на английском языке Нам показалось, что ребятам немножечко Надо добавить сложности в жизни Вот так их немножечко прокачали Ну, было интересно Вот, по поводу того, что все хотят Делиться знаниями и получать новые Это вот немножечко из другой оперы Но сейчас у нас стартовала Tech Leaders Russia Называется программа Менторская программа Открытая для всех Для менторов и для менти Где мы выступаем в качестве площадки Соединяя экспертов по разным технологиям В IT, естественно И тех, кто хочет учиться Чему-то войти У нас прошла уже первая Первый запуск этой программы Он прошел у нас весной и летом В течение трех месяцев мы соединили 35 менторов 25 Ну, изначально было 35 Потом подотсеялись Вот, 25 менторов и 35 менти Вот, а заявок изначально было 90 То есть не всех еще и выбрали Вот, поэтому как бы вот минутка рекламы Приглашаем всех в менторы То есть если вы владеете знаниями, навыками В какой-то области войти Присоединяйтесь Ну, как бы Нам понравилось, было круто Да Заявки от менти От учебыучающихся Мы будем принимать чуть позже Так, ну, собственно Вот мои контакты Буду рада познакомиться Обращайтесь Вот И вопросы Понятно рассказала? В самом начале прозвучал такой тезис Про то, что вы выбираете темы Исходя из того, что интересно компании Учитывается ли здесь желание разработчиков? Да Да, у нас Как бы мы вот предложили 21 тему То есть, ну, мы просто собрались, да Нагенерили их, набранстормили И предложили их реализации Но, собственно, там два приложения Там два были выбраны, как бы Ребята немножечко их допилили, да Как бы дотюнили эту тему Идею темы Идею проекта А вот, собственно, блокчейн направление И игра на питоне Это вот предложение тех ребят Которые участвовали Ну, а если чуть-чуть углубиться Это обязательная штука? Вот просто я понял, что есть люди Которые там между проектами Есть люди, у которых там не хватает пока Навыков до имеющихся проектов Для них это обязательно? Или они могут сказать, типа, нет? А они могут сказать, что они хотят Ну, вот это человек, который без проекта находится Естественно, он получает, как бы Все те льготы, которые Получают все сотрудники компании Он получает заработную плату Мы ему предлагаем возможности партьюнити В общем, у нас не было такого кейса, что человек отказался Но он может пойти просто в образовательную программу Взять теоретический курс Окей, как бы То есть это вот именно на тех, кто между проектами находится То есть они, это их рабочее время Мы тут предлагаем, как бы, активность Когда они в рабочее время могут сделать Поучаствовать вот в этой инициативе И, собственно, сделать какое-то приложение Прокачав свою технологию Эксперты, конечно, как бы Ну, это по желанию Кто-то занят на проектах Здравствуйте Вадим Полий, Кверти Скажите, пожалуйста Я вообще слышал о вас, что вы пылесосите лучшие кадры С рынка Спасибо за комплимент Слово пылесос хорошо звучит Да, и я хотел спросить как раз об этом Как вы это делаете? То есть какие у вас приемы основные? Ну, у меня маркетинг Поэтому мы с вами, да, напрямую не конкурируем Но тем не менее Вот, какие приемы в основном у вас действуют сейчас Для того, чтобы лучшие кадры с рынка забирать? Спасибо Спасибо большое Ну, супер комплимент, да Ну, как бы, не знаю, что сказать Мы выстраиваем какую-то хорошую, наверное, корпоративную культуру Дружескую атмосферу в компании Все мы знаем, что айтишники Они именно, вот, не знаю Командные игроки, да Как бы, не знаю Делаем все, что возможно, да Do my best Спасибо Приходите на наши какие-то мероприятия Я думаю, что мы найдем какие-то точки взаимодействия Не успел Роману этот вопрос задать Я на тебе задам Как быть с основным страхом А мы сейчас вырастем, обучим И они уйдут Как вы с ним справляетесь? Ой, это вот, кстати, чудесный вопрос И, наверное, перекликается с предыдущим вопросом Да, то есть Те активности, которые мы проводим на HR-рынке Да, для IT-специалистов вообще в Воронеже Или в любых наших локациях Как бы, они, естественно, направлены на то Чтобы выросла не только вот Аудитория наших сотрудников, да Как бы, изучили какую-то технологию Научились там Программировать на чем-то дополнительно Стали сеньорами в какой-то отрасли, да Ну и, как бы, мы же ориентируемся еще на внешнюю аудиторию, да А тут как раз мы все, как бы, не только DataArt Еще и другие компании заинтересованы, чтобы рынок стал больше, да То есть нужно понимать, что ты обучишь там вот десятерых Может быть, ты возьмешь одного Остальные девять пойдут в другие компании Но через какое-то время они вырастут Перенесут тебе ценность, да Там, неважно в каком виде, да Может быть, придут сотрудниками Может быть, они принесут как бы Какой-то opportunity по клиентам Может быть, еще что-то, да Какой-то network Но, тем не менее, как бы, мы все Игроки на IT-рынке В Воронеже, там, неважно Во всех локациях в России, да Заинтересованы в какой-то IT-тусовке В IT-активностях, да И чтобы просто рассказать, что Есть такая сфера классная Сфера информационных технологий Вот хочу сказать, сейчас там за углом Находится много девушек красивых Которые пришли на выставку Чего-то там Интер-бьюти-шарм Стиль-шарм, да И, собственно, там все по красоте По волосам, по ногтям Вот, в этом направлении Мы открыли год или два года назад Women Techmakers в Воронеже Это сообщество для женщин Которые хотят найти себе в IT, да И мы вот с удивлением обнаружили Что многие девушки просто не знают Что они могут реализовать В сфере информационных технологий Так вот, наша общая задача Рассказать, что, ребята, есть IT И не надо идти в ногти Хотя ногти, это тоже хорошо, конечно Это правда У меня вопрос А как вы оцениваете результаты обучения? Ну, то есть, есть какие-то Объективные, субъективные истории Как вы это делаете? Спасибо за вопрос Ну, на самом деле Мы определили для себя один критерий Устройство в следующий проект То есть, если человек у нас в процессе Вот этого Talent Lab Уходит в проект Мы радуемся Окей, классно Я понимаю, что тут много причин Как бы не факт, что он по поводу Talent Lab Идет, да Но, тем не менее, он как бы прокачивает себя Он презентуется перед ресурс-менеджерами Перед теми людьми, которые ставят проекты И эти люди запоминают того чувака Который рассказывал презентацию на английском Про Python или про iOS Приложение скидочных карт И дальше он потом Все равно мы люди социальные И все равно первые какие-то мысли Мы делаем Про устройство Про нет Про тех людей, которых мы видели, знаем И про которых мы держим галочку в уме То есть, как бы перессионализировать Какого-то человека Показав его в лучшем свете Это все-таки помогает Продвижению человека в компании У меня был другой, скорее, вопрос Как вы решаете, грубо говоря, какие курсы лучше, какие курсы хуже Что лучше сработало, что хуже сработало Что нужно, не знаю, повторить Что нужно углубить Вот в этом больше смысла Нет, но тут вот смысл, что мы ему курсы не предлагаем Мы ему предлагаем сразу писать Ну, то есть, грубо говоря Вот есть у нас девочка на iOS А iOS разработчик Junior Android разработчик Вот они вдвоем объединились Мы им добавили Junior тестировщика У него есть Junior PM В этой команде И мы добавили туда немножечко экспертов Эксперта под iOS Эксперта под Android И еще одного опытного тестировщика Который немножечко в свободное время Курирует этих ребят И, соответственно, на выходе через месяц Мы получили какой-то проектик готовый Или они добавили каких-то фич туда Собственно, вот это реализация Вот этого приложения И есть как бы итог Вот этого месячного хакатона Спасибо Спасибо Спасибо